Международный фестиваль имени великого венгерского поэта, философа и драматурга Имри Мадочи имеет свою ауру, акцентируя внимание на природе чувств. Здесь особо ценятся и тонкие камерные постановки, и большие масштабные представленные работами Александринского театра или БДТ имени Товстоногова. Впервые спектакль «Однажды летним днём» был показан вне родных стен, но это не последний международный вояж театра имени Камала. Мы обменялись мнением с директором Венгерского национального театра, Атилой. Он свои проекты предложил, как у них система работы складывается. Мы рассказали нашу систему, и, естественно, мы берём на заметку те интересные моменты их работы. История о женщине, вспоминающей исчезнувшего мужа, сведена до минимализма благодаря новой стилистике для национального театра и полной отрешённости от некоторых правил условности. Драматург Йон Фосса, увидевший своё детище, в оригинальной трактовке заявил «Я хочу, чтобы выставили как можно больше моих пьес». Кстати, Йон Фосса живёт в Осло в Королевской резиденции. Такой честью достаиваются персоны, внесшие поистине весомый вклад в развитие нации путём интеллектуального влияния. Он сидел в зале, но, судя по его бурному такому визиту за кулисы после спектакля, когда он ворвался просто за кулисы, начал всех обнимать, поздравлять, целовать, принимать подарки, которые мы ему привезли. Судя по этому, наверное, он остался довольным. И вчера пришло от него письмо. В апреле спектакль будет показан в Театральном центре имени Мейерхольда в Москве во время конкурсных показов на соискании премии «Золотая маска». Здесь спектакль выдвинут как лучший спектакль, как лучшая работа режиссёра, а также в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая работа художника по свету». Затем творения Фарида Бекчентаева покажут на 15-м международном театральном фестивале «Радуга» в Санкт-Петербурге. В разные годы здесь шли постановки таких мэтров, как Сергей Женовач, Камы Гинкас, Римас Туминос, Николай Коляда, Эльма Нюганин. Дмитрий Пивоваров, Алсу Касимова, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.